13-летний Артём Шеленговский на ринге 7 лет. За это время спортсмен провёл 18 боёв. В 16 одержал победу. Упорные тренировки 5 дней в неделю, работа над собой и серьёзное отношение к боксёрскому мастерству принесли свои плоды. Вот и в этот раз соперник отправляется в нокдаун. Решение судей – досрочная виктория. Единогласно. Соперник был хороший, разобрался спокойно и выиграл. Тренинг высказывал, высказывал убить в живот, в голову, по корпусу, в лево, в лево, право и в живот повторять разные атаки. Первенство, посвящённое памяти ветеранов бобруйского бокса, проходит в городе уже в пятый раз. Звание сильнейшего на ринге оспаривает 101 юноша. В трёх раундах мальчики от 10 до 13 демонстрируют тактику ведения боя, навыки защиты и точность ударов. Наш город представляют воспитанник Кишинника и Бобруйской из Дюшор. Последняя по решению Всемирной Федерации бокса в этом году признана лучшей спортивной школой в Беларуси. Главный критерий отбора – участие и, конечно, победы в крупных международных соревнованиях – от чемпионата Европы до Олимпийских игр в Токио. Сейчас в нашей республике из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки отменяется много соревнований. И ребятам не хватает боевой практики. Старта впереди, республика впереди, её никто не отменит. А ребятам именно на таких вот турнирах набираться опыта, повышать своё мастерство и проводить работу над ошибками. Первенство по боксу продлится вплоть до 3 декабря. Победители получат прямую путёвку на республиканский турнир. Ну а Артёма Шеленговского – грандиозные планы на будущее. Он, как и его кумир, бобручанин Александр Родионов, мечтает представить Беларусь на главных стартах четырёхлетия и сразить сильнейших боксёров планеты. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобрыск, 360.